Тем не менее, власть, она же не приучена слушать артиста. Вы же очень точно, по-моему, сказали в своё время, что мы для власти, мы артисты, для власти балалайчники. Ну, куда уж точнее. Ну, понимаете, смотря какая власть. Смотря какая власть. Борис Николаевич Ельцин с большим вниманием слушал всех нас. И Анатолий Александрович, он ходил на все наши концерты, спектакли и так далее. Мало того, вот он опаздывал на спектакль, никогда в жизни его никто не ждал. Он сидел на галерке первый акт, а потом спускался на своё место. При мне, например, он сидел в первом ряду в Мариинском театре, он на этот раз пришёл вовремя, Вагнер, кажется, был, да, в Мариинском, вложив Царского в первом ряду, да, и там всё было занято. Входит академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Он первый вскакивает, царяет он на своё место. Культура. Культура. Или, как говорят, культуршмультур. Но есть расхожее мнение, что задача деятелей культуры всегда быть в оппозиции к власти. Вы это поддерживаете или нет? Нет. 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 Не надо об этом думать. В оппозиции. У тебя должна быть собственная оппозиция. Если она совпадает, значит, слава богу. Не совпадает. Ну, очень плохо, но что же делать. Но надо в моменты, решающие моменты, необходимо эту позицию довести до сведения. Эту позицию.